Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях ректор Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова, Андрей Александров. Андрей Юрьевич, здравствуйте! Добрый день! Андрей Юрьевич, предлагаю поговорить немножечко об образовании, о современном образовании. И сейчас будущее высшего образования, по мнению многих исследователей, за смешанными типами. И термин «цифровизация» все чаще появляется, в том числе и в высшей школе. Вот как Чувашский госуниверситет участвует в программе «цифровизация» вообще? Как вы связаны с этим совсем? Вот, по нашему мнению, цифровизация решает две задачи. Первое – это сохранить все, что было наработано ранее в традиционном формате обучения. И вторая задача – улучшить, усовершенствовать то, что появилось вновь. Вот сегодня перед высшей школой стоит очень сложная, новая задача перед всеми абсолютно вузами. Как поколение «З» привлечь, заинтересовать, сделать контент, который дает высшая школа, понятным и доступным? Ну, что делаем мы? Конечно, достаточно успешно, хотя не без сложностей, мы перешли на онлайн-форматы в прошлом году. Начали создавать, очень хорошо, что заранее, целый массив курсов, которые называются онлайн-курсами. Их сегодня уже 160, мы их чуть больше, чем за год записали. В целом мы трансформируем систему и начали, конечно, с образовательного процесса, который является ключевым в любом вузе. Мы сформировали личные кабинеты первого абитуриента, личный кабинет студента, личный кабинет преподавателя. И сейчас работаем над тем, чтобы конверсация данных между этими кабинетами была, что называется, по одному клику. Сегодня у нас электронные ведомости, то есть у нас нет сегодня бумажных ведомостей. И мы, собственно говоря, преподаватели, проставляя оценки дистанционно, либо очно, он отсылает деканат уже, собственно говоря, вот этот документ. То есть не ходим, поставьте, пожалуйста, пятерочку. Этого уже сегодня нет. И вот этот процесс, его автоматизация, более того, цифровизация, она уже достаточно успешно идет. И мы думаем, что вот эти подходы, цифровизация перенесем и на все другие процессы финансов и так далее. Андрей Юрьевич, ну вот смотрите, когда мы учились в университете, был список определенных специальностей. Через 10 лет список специальностей видоизменился, да? И сейчас этот процесс идет гораздо быстрее. Уже через 5-6 лет, наверное, появятся новые специальности, о которых мы пока не подозреваем. Вот как университет приспосабливается к новому рынку труда, когда прежние специальности уже не нужны, а нужны какие-то новые? Вот вы совершенно правы. Раньше вот этот лаг времени, такого кренного изменения контента образования, он составил 5-6 лет. Сейчас он сократился до 2-3 лет. Это, конечно, накладывает на университет, на его партнеров дополнительные обязательства, по ускоренной модернизации этих образовательных курсов. Жизнь диктует и никуда не денешься. Что мы делаем? Мы еще больше интегрируемся с нашими партнерами работодателями, с ключевыми. Из числа членов электротехнического кластера, машиностроительного, химического производства. Мы привлекаем к участию в образовательном процессе как преподавателей-совместителей, кандидатов и докторов наук. По всем практически направлениям, по всем специальностям. Они входят в состав государственных комиссий, которые, собственно говоря, и подводят итог, выставляют оценку тем, кто становится выпускником нашего УЗА. Они оценивают качество и соответствие их требованиям учебных планов, образовательных программ в широком смысле этого слова. Поэтому связь с работодателями – наше ключевое преимущество, скажу таким образом, не называя ВУЗы, что мы часто можем видеть на чувашских предприятиях, на стажировках и практиках студентов столичных ВУЗов. Ну, я что бы посоветую вообще обратить внимание ребятам на такие специальности и направления, которые возникли недавно на стыке наук, на стыке каких-то предметных областей, казалось бы, достаточно далеких друг от друга. Это биофизика, биохимия. И сегодня уже эти специалисты очень востребованы, поскольку они уникальные редки. Вот вы назвали визуализатора. Более того, сегодня появляется такая профессия – инструктор семейный по здоровому образу жизни. То есть это не просто фитнес-тренер, вы понимаете, это не просто диетолог. Это наше все. Конечно, надо ориентироваться на атлас новых профессий. Презентация его последней версии была, кстати, в Чувашском госуниверситете в прошлом году. Но надо выбирать ту специальность, ту профессию, которую тебе, дорогой битурент, по душе. Андрей Юрьевич, давайте от битурентов к студентам. И все-таки университет – это все-таки еще и научная школа. Должны вестись какие-то научные исследования, серьезные исследования. И я знаю, что в университете на разных факультетах есть лаборатории, где студенты не только учатся, но и разрабатывают, ведут какие-то исследования. Вот давайте об этом поговорим. Ну, я скажу, что не просто должны проводиться. Они проводятся, и причем мы за последние пять лет нарастили в разы объемы научных разработческих услуг. Ну, просто в разы, в разы. Вот наши ребята, студенты машиностроительного факультета, именно студенты, аспиранты, что очень примечательно, сегодня работают над беспилотником. Это не модель, это настоящий трактор, который нам был подарен концерном тракторной завода, колесной, и который сегодня уже проходит испытания полевые. Вот совсем не да, на одном из мероприятий, как называется, День поля, он, собственно говоря, показал свои возможности. Могу назвать лабораторию искусственного интеллекта робототехники, физико-математический факультет. Опять же, разрабатываются роботы, которые призваны логистически способствовать тому, чтобы наше сколдское хозяйство было-то более эффективно, без участия человека. И я так понимаю, что вот эти вот и проекты, и лаборатории, это все-таки история за деньги, да? Все-таки есть какое-то денежное вознаграждение, что студенты не только на стипендию могут теперь жить? Да, конечно. Помимо стипендий, которые составляют обычные стипендии, обычного студента, которые, ну, без троек учатся, это около двух тысяч. Тем, кто учатся на пятерке, мы доплачиваем еще тысячу, это три тысячи. Но надо понимать, что у студента активного, который собирает портфолио, свои достижения, есть возможность получить еще четыре тысячи. Таких несколько сот в университете. Те, кто поступает к нам по итогам Олимпиад самого разного уровня, всероссийского, регионального, университетского, они получают дополнительные стипендии. Ну, например, вот эта категория студентов во втором семестре будут получать 10 тысяч рублей. А в следующем семестре при успешной сдаче будут 3 800 получать. И потом вот эта цифра 3 800 будет добавляться к тому, о чем я сказал. Поэтому у некоторых студентов общий такой пул стипендиальный составляет 10-15 тысяч рублей. Это факт. Мы создали фонд поддержки стартапов как раз и фонд поддержки молодежных изысканий. Причем суммы очень серьезные. Но еще несколько десятков лет назад говорили о том, что в общежитиях, приезжим студентам из районов республики, достаточно некомфортно жить. Но я знаю, что в ЧГУ меняется эта ситуация, меняется эта история. Знаете, я благодарен тому, что появились национальные проекты. И я объясню почему. Вот общежитие номер 2 медицинского факультета было реконструировано в прошлом году. Оно выросло на один этаж, появился лифт. Условия жизни, начиная с метража на одного студента, завершая в общем комфортом. Это другой уровень абсолютно. И 100 мест прибавилось еще. Для тех, кто хочет стать студентом ЧГУ, что нужно сделать? Один совет я уже дал. Во-первых, надо сделать сложный достаточно выбор. Особенно тяжело детям, которые успевают везде. Он и лирик, он и физик. Определившись с профессией, надо посмотреть будущие профессии. Есть ли она в вузах ЧГУ? Вот выберите сначала. Если есть, то тогда второй этап, надо подать заявление. Так вот, надо определиться, каким способом подать документы. Конечно, можно прийти очно. Все меры, которые необходимо соблюсти, мы обеспечиваем. Второе, конечно, через личный кабинет абитуриента. Не первый год уже в ЧГУ работает этот сервис. Это Почта России. И четвертый поступает онлайн. Подать документы 29 июля. Выбор большой. 15 факультетов. 110 образовательных программ в ЧГУ. 1727 бюджетных мест в этом году выделено. Более 430 из них целевых мест. Поэтому я думаю, что для нашего региона это очень весомые цифры. Это очень широкая палитра для того, чтобы выбрать себе специальность и профессию будущего. Спасибо большое, Андрей Юрьевич, за беседу. Я напомню, что сегодня о цифровизации в образовании, о цифровизации в ЧГУ мы беседовали с ректором университета Андреем Александровым. Андрей Юрьевич, спасибо, что пришли. Хорошего дня. До свидания. Спасибо, что пригласили. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok